Коротко о том, как пользоваться гигиенистским душем. Открываем кран, берем лейку, пользуемся, закрываем кран, скидываем давление, убираем лейку. Все, все просто и понятно. Друзья мои, всем привет! Сегодня речь зайдет про гигиенистский душ. За свою практику я их установил очень много, но до сих пор у моих клиентов, подписчиков и друзей возникают вопросы. Как все-таки пользоваться гигиенистским душем? Эти вопросы возникают в основном у тех, у кого гигиенистского душа никогда не было и кому я не объяснял, как это делается. Поэтому сейчас в этом видео я решил все-таки сделать небольшое отступление и объяснить вам, как нужно пользоваться гигиенистским душем, что нужно знать при его использовании и чего делать не стоит. Поэтому смотрим видео про гигиенистский душ. Поехали! Итак, с виду совсем простая система гигиенистского душа. Термостатический смеситель, шланг клейка, держатель. Все, больше ничего нет, больше ничего не надо. Но есть, конечно, смесители гигиенистского душа, которые более сложные. Там моносмеситель с термостатом где-то там в шахте, где-то в люке, где-то в бачке от инсталляции. Короче, все возможные варианты, которые я делал. Так, ну сегодня у нас простой смеситель, термостат с регулировкой температуры. С правой стороны данная температура стоит на 38 градусов. И с этой стороны, с левой стороны регулировка подачи напора воды. Далее идет шланг. Шланг у нас не очень длинный, где-то метр длины. Может чуть меньше, нет, скорее всего метр. Как нужно выбирать длину шланга? Так, чтобы шланг был, во-первых, удобен при использовании. То есть, если вы сидите на унитазе и вам нужно дотянуться шлангом до места его назначения, то есть нужно рассчитывать так вот, вот такую длину. Можно взять подлиннее шланг, но главное, чтобы этот шланг не болтался у вас по полу. Потому что, ну, правда, неприятно будет, когда вот так вот этот шланг просто будет тереться о пол. Поэтому рассчитываем длину так, чтобы было удобно его использовать и он вам не мешал. Далее. Выбирая лейку, всегда смотрите по функционалу, по удобству, потому что разновидностей лейк очень много. В данном случае у нас лейка фирмы Лемарк, так же, как и смеситель фирмы Лемарк. То есть, она идет одной серии. Пластик, он легкий, поэтому при падении, я думаю, ничего с ним не произойдет. Тем более, если он вдруг у вас случайно упадет в унитаз, он явно унитаз не расколет. Ну, вариант из латуни, конечно, он поменьше, но, соответственно, потяжелее. Поэтому с ним нужно предельно аккуратно пользоваться в унитазе, для того, чтобы случайно не уронить и не повредить тем самым унитаз. Ну, естественно, при падении лейки об капельный пол, лейка, соответственно, может повредиться, либо повредит за его покрытие. Но в этом, в принципе, ничего страшного нет. Вот такие лейки, они недорогие и легко можно их заменить путем откручивания этой гаечки и установки новой лейки. Ну, а вот сделаны из латуни. Их, в принципе, тоже легко заменить, но они уже по цене будут стоить гораздо дороже. Поэтому сами уж смотрите для себя, какой вариант вам лучше. Сейчас я вам покажу, как работает данная лейка, для того, чтобы вы могли убедиться в том, нужна ли вам такая лейка или нет. Что ж, давайте перейдем к испытаниям. Первое правило пользования нашей гигиенической системой. Лейка должна всегда находиться рядом со смесителем. Второе правило. Шланг всегда должен быть нужной длины, не больше, чем он нужен для удобного использования возле унитаза. Третье. Кран во время неиспользования должен всегда быть в закрытом положении. Для чего это нужно? Для того, чтобы шланг, который находится вот в этой вот оплетке, не был под давлением. Так как не все шланги, которые идут в этой оплетке, рассчитаны на постоянное давление. Бывают такие ситуации, что эти шланги могут просто лопнуть. Ну и, как всегда, такая ситуация может произойти как раз в тот момент, когда вы отсутствуете дома. Поэтому не оставляйте никогда шланг под давлением. Всегда скидывайте его. Четвертое правило пользования гигиеническим душем. Перед использованием гигиенического душа нужно приоткрыть кран. И, смотрите, шланг у нас сейчас находится под давлением. Далее. Берем клейку и проверяем на работоспособность. Так как у нас здесь термостат, температура, соответственно, идет 38 градусов. Но, естественно, в первые секунды она уже будет прохладная, потому что термостат не сразу срабатывает. Так как трасса, которая поступает, подает воду к смесителю, все равно находится в охлажденном состоянии. Поэтому немножко прогоняем воду. И используем лейку. Далее. Пятое правило. Закрываем смеситель. Скидываем давление. Скинули, стряхнули. И установили лейку обратно в держатель. Все. Использование на этом гигиенического смесителя завершено. Вроде ничего сложного нету, но почему-то постоянно все путают это. Никогда не оставляйте кран открытым. И обязательно правило, всегда, когда устанавливают термостат, обязательно установить обратные клапана в системе. Если обратные клапана не установлены, то если вы забудете закрыть кранчик, будет происходить смещение воды. То есть холодная или горячая будет передавливать воду другую. И, соответственно, вода будет уходить в систему водоснабжения. Тем самым вода пойдет к соседям. Ну, соответственно, ваш счетчик будет просто накручивать вам воду. Обязательно закрывайте кран. И никогда не оставляйте шланг под давлением. Все. Еще одно преимущество, когда у вас есть гигиенический душ. Не всегда его можно использовать по прямому назначению. Но для гигиены можно также просто ее использовать как в качестве очистителя унитаза. Это делается очень просто. Открываем воду. Берем лейку. И спокойно тем самым моем унитаз. Испытываем. Закрыли. Скинули. Повесили. Все. Ничего сложного нет. Вроде все так просто. Но не всегда все об этом помнят. Надеюсь, все было довольно достаточно и понятно. И повторяем еще раз. Открыли. Взяли. Использовали. Закрыли. Скинули. Стряхнули. Повесили. Все. На этом использование гигиенического душа законно. Ну что ж, друзья. Я думаю, было все предельно понятно, как пользоваться гигиеническим душем. Что нужно знать для этого. И чего делать не стоит. Если вам все было доходчиво, понятно, и я вам все объяснил простым языком, то можете поставить пальчик вверх. Но, в принципе, я думаю, вы должны были уже это сделать в начале данного видео. И написать в комментариях, возможно, что-то я забыл сказать вам про гигиенический душ. Вот про этот. Или вы хотели бы узнать про какой-то гигиенический душ конкретнее. И напоминаю, что у меня есть не одно видео про гигиенический душ. Как я их делаю, как я их монтирую. Их полно. Я постараюсь все ссылки на эти видео оставить в описании под этим видео. Так что заходите, смотрите. Я думаю, будет интересно тем, кто планирует все-таки выбрать гигиенический душ, когда будете планировать ремонт. На этом у меня все. Всем спасибо, всем пока. Увидимся на новых видео. С вами был Капец Долина, канал Перестройка, 116. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok